Двухкомнатную квартиру обещают подарить конькобежцу Роману Кречу, чиновники Североказахстанской области. Напомню, участник Олимпийских игр из Петропавловска едва не остался без крыши над головой. Его семья получила извечение о сносе жилья. Целый месяц родные не знали, как сообщить об этом сыну, который в это время выступал в Сочи. Чем закончилась эта история, расскажет Нургуль Ахметова. Он еще подростком был. Городские соревнования были. И он принес почетную грамоту и медаль. Мама Романа Креча помнит каждую награду своего сына. В этой маленькой комнатке все заставлено кубками, медалями, грамотами. Их Надежда Викторовна пока не решается складывать в чемоданы. Но скоро это придется сделать. Семью уже предупредили о необходимости освободить жилплощадь. Уведомление пришло как раз в день открытия Олимпиады. Чтобы не волновать сына, родные до последнего ничего ему не сообщали. Об этом я ничего не сообщала. Не хотела его волновать, расстраивать. Ему не до этого, естественно. Зачем? Вот. Ему и так переживания достаточно. Ему нужны силы. Он должен быть спокоен, собран. Чтобы выступить по возможности максимально достойно. Вот и все. Защитить честь страны на Олимпиаде. Этот дом 35 лет назад купили родители Надежды Викторовны. Оформили жилплощадь на ее брата. Здесь родился и вырос именитый конькобежец Рома. Вместе с ним квадратные метры делят еще семь человек. Их скромное жилье попадает под снос. На этом месте частная фирма планирует строить элитную многоэтажку. Взамен предлагают однокомнатную квартиру. И то лишь официальному владельцу. Остальные остались не у дел. Я ни в коем случае не имел в виду, что мне обязано государство выделить квартиру. Потому что, в принципе, я не заслужил своими спортивными успехами этого. Я не могу требовать. Едва же лично вопрос олимпийца Романа Креща предали огласки. Телефон его мамы стал разрываться от многочисленных звонков. А в дом наведались гости из Акимата. И уже через пару часов в семье спортсмена сообщили неожиданную новость. Мол, власти уже давно решили подарить спортсмену двухкомнатную квартиру в новостройке. Просто ждали его приезда. Мы ждем пока у него завершат соревнования. И если тренерским штабом по конькобежному спорту Республики Казахстан не запланировано никаких стартов, никаких учебно-тренировочных сборов после Кубка мира, финала Кубка мира, то он приедет в город Петропавловск, где ему будут вручены ключи от квартиры. Роман уже скоро вернется домой. По состоянию здоровья он не смог поехать на финал Кубка мира в Германию. Родные ждут его с нетерпением, чтобы собраться всем вместе в отчим доме, обсудить семейные дела и предстоящий переезд.